12 лет ожидания. Илья Шулека уже и не надеялся отпраздновать новоселье. Квартиру в строящемся доме на улице Тухачевского купили с будущей женой еще в 2005 году. Через несколько лет застройщика признали банкротом. А так они с данный дом внесли список проблемных объектов. В 2013 году совместными усилиями городского и областного департаментов строительства определили нового подрядчика. Ну, слава богу, хоть вон облицовка идет, красит, все в порядок приводит. Вот бальзам на раны, честное слово. Потому что 12 лет уже думали, что все уже бесполезно, все это так и завалится. Четырехсекционный дом высотой от 10 до 16 этажей почти готов. Новый подрядчик завершил брошенную стройку, провел все коммуникации. Сейчас на объекте ведутся внешние отделочные работы. Много было всяких проблемных вещей. Ну, мы справились, дом достроили. То есть, в данный момент осталось нам сделать благоустройство. Данный объект позволит удовлетворить значительное количество дольщиков. Их более 211 человек. Количество квартир предусмотрено 417 в этом доме. Завершение его позволит удовлетворить значительное количество дольщиков и завершить строительство. И позволит исключить данный проблемный объект из тех, которые не завершены на территории Самарской области. Дом на Тухачевского обещают сдать к началу четвертого квартала этого года. Решение проблем обманутых дольщиков – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. За пять лет в Самарской области очередь из обманутых дольщиков сократилась в разы. Каждый год долгожданное новоселье празднует больше тысячи человек. Кроме того, с 2012 года в Самарском регионе не появилось ни одного нового проблемного объекта. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События.